В Чувашии вновь заговорили о переходе в часовой пояс плюс один от Москвы. У сторонников и противников перехода много доводов. С постоянной регулярностью проходят опросы и их результаты, как ни странно, отвечают желанию инициаторов с обеих сторон. Сегодня Госсовет Чувашии провел публичное слушание о целесообразности перевода времени в Чувашской республике. Мнение слушала Татьяна Молокова. У каждого очень важные доводы. Те, кто за перевод стрелок, говорят о раннем рассвете. Летом светает уже в 2 часа ночи, а зимой в 3 дня мы погружаемся в темноту. Нарушается сон, и этим обеспокоены врачи. Теряем порядка 174 часов светлого времени в год, особенно в период летней активности. Да, действительно, световодний сокращен, из-за чего у некоторых людей нарушены 6 дня. Отсутствие солнца, солнечной энергии, на мой взгляд, это сказывается на здоровье людей. Но есть люди, которым спать некогда. Жителям села ранний рассвет только на руку. Для работников сельского хозяйства это не очень удобно. Что у нас сегодня время такое, мы, кто там, что он не закрывает, все мы видим. Что у нас в 3 часа утра светло. Я у себя в предприятиях, в районе, и в Сирийском районе, и в Батарском районе. Самое интересное, еще в Татарстане. И более 90% работников сельского хозяйства, в том числе у нас в городе Ленинский месекомбинат, они хотят, чтобы время однозначно перевели. Чуваша живет в часовом поясе Москвы, хотя географический рассвет мы встречаем на 38 минут раньше столицы. Ученые Чувашского государственного университета провели исследование. Они считают, что важнее рассвета и заката для здоровья человека время так называемого истинного полдня. Чебоксаров истинный полдень наступает в 12 часов 8 минут. То есть физиологически мы находимся в самом оптимальном положении. То есть мы максимально приближены к астрономическому полдню, к астрономическим часам. Если мы перейдем на самарское время, то есть МСК плюс 1, то отклонение от наступления истинного полдня у нас составит почти час, 0,917 часа. А если оставим без изменений, то изменение от наступления истинного полдня совсем большое, 0,216 от часа. Кроме того, если будет перевод стрелок, то человек потеряет более 80 часов светового дня в зимнее время. Цветать будет после 9 утра, а это гораздо хуже, чем короткая ночь летом. Деловой вопрос волнует представителей бизнес-сообщества. Разница с Москвой все же доставляет неудобства. Да и навигация в стране ориентируется на столичное время. Возникают дополнительные препятствия взаимодействия вопросов управления, движения людских, материальных ресурсов, также движения финансов, обмен информацией. Соответственно, увеличивается количество недовольных граждан, населения в связи с переводом времени на час вперед. Мнения участников парламентских слушаний разделились. Одни категорически против менять часовой пояс. Нам нет большинства не у каждой из сторон. Но в одном все сошлись. Когда был переход на летнее и зимнее время, было лучше. Мнения разделились и у простых горожан. Отрицательно. Да, мы уже привыкли к этому времени. Поэтому, я думаю, смысла никакого нет. Я против того, что привозили. Нравится, как сейчас, как с Москвой. Хочется, чтобы темнело не слишком рано. Да. Поэтому отношусь к тому, чтобы световой день вечером удлинился. Это для меня очень важно. По итогам парламентских слушаний было решено провести более углубленные социологические исследования. А профильному комитету поручить подготовить законодательную инициативу о возвращении зимнего и летнего времени.